Движок у М615, вторая часть эпичного запуска. Первая часть, в общем, чего кто не видел, советую ознакомиться. В двух словах, двигатель был комплектный. И в момент он стал некомплектным, у него сломался распредвал, и оказалось, что сорвана резьба под форсунку. Значит, попытки я не оставляю запустить его. Вначале, вот он у меня здесь стоит, сломанный, как с того видео остался. Я перед какими-либо манипуляциями хотел убедиться в том, что там есть еще чего запускать в виде поршневой. Для этого я хочу продуть цилиндры. Значит, я начинаю с третьего, самого проблемного, там где был клапан открытый, и долбануло по нему, скорее всего, поршнем. Так, вот я вместо свечи накаливания туда вкрутил, вон он, штуцер. К нему я подсоединил шланг, благо компрессометр и продувка одной фирмы. И вот он сюда, и прибор для продувки. Он стоит в закрытом положении. Но они сейчас все, в принципе, в закрытом положении, учитывая, что первый обломанный. Ну, точнее, он не контактирует. Остальные вроде закрытые. И здесь, так как форсунку вкрутить я не могу, я сюда вкрутил вот такой вот штырь в форкамеру. Это для выпрессовки форкамеры. Но об этом пойдет речь в разборке и дефектовке этого движка. Ну, так как не задействованы клапана, соответственно, в МТ его ставить здесь абсолютно не обязательно. Мне надо знать. Да, нет. Так, тут у меня немножко штуцер. Что-то подтравливает. Итак, смотрим. О, вот он максимум. Ну, утечки есть, конечно, но не такие сверх-сверх-сверх. Итак, я хочу продемонстрировать, что все, что здесь выходит, все идет во впускной коллектор. Я даже это продемонстрирую микрофоном. Ну, то есть, вот он. Так, вот это вот выпуск, например. И просто вот возле двигателя где-нибудь в картер. Ну, то есть, туда особо ничего не идет. В основном... Туда особо ничего не идет в картер. В основном это впускной коллектор. Ну, как раз здесь сорвана резьба. Так, ладно. 40% это много. У меня был вопрос именно к третьему цилиндру, потому что там был открытый клапан во время того, как сломался распредвал. Второй, четвертый. Нормально были, так? И первый он был не задействован. Ну, вот хочу продемонстрировать, показать, продуть первый цилиндр, например. Ну, вот он. Травящий шланг я снял. О, ну, вот теперь смотрим. Ну, то есть, вот, пожалуйста. Вот это вот максимум. Утечек у него здесь немного. Учитывая, что поршень стоит в нижней мертвой точке, скорее всего. Ну, то есть, идет это все в картер. Ну, то есть, это поршневая уже. Так как у нас есть небольшой туз в рукаве, мы хотим снять головку. Для того, чтобы снять головку и не сбить момент впрыска, ну, то без зажигания, как иногда говорят, ну, надо так, чтобы цепь не соскочила с ТНВД. Для того, чтобы она не соскочила, нужно это сделать более бережно и поставить его перед этим в верхнюю мертвую точку. Для того, чтобы поставить в верхнюю мертвую точку, нужно сначала вторую и третью опору распредвала открутить, потому что, ну, первый-то он не поджат, а те остальные клапана там где-то приоткрыты. Вот, например, на четвертом. Вон он. Немножко там, ну, не то, что там совсем открыт, но поджат. То есть для того, чтобы его не повредить хоть то, что осталось, в общем. И нужно открутить, естественно, термостат. Ну, вот она, подача охлаждающей жидкости. И вот это вот труб, который идет отдельным каналом. Также Mercedes любит, я рассказал в предыдущих видео, вот такие вот крепления для того, чтобы снять успокоитель цепи. цепь вы не снимете, звезду отсюда снять будет проблематично. И вообще головку, то есть вы не снимете, если вот эту вот, в эту вещь не разберете. Эта вещь просто сюда запрессована. То есть технология такая, что я показывал в предыдущем видео про 102 двигатель, что сюда вкручивается болт, типа как М6, проставка высокая, и гайкой, то есть оно вытягивается, и все, вся технология. Конечно, нужно убрать отсюда гидроусилитель, он крепится к головке, ну и ставить мы его уже не будем, он там нам не нужен. Вот он процесс до монтажа. Я закрутил болт, гайка, проставка, и вот он, начинаешь его вращать, и он выходит. То есть выпрессовывать. Ну и вот он, весь процесс. Все, вот он его вытащил, этот свободен. В чем прикол такой технологии, именно Мерседес любит делать, я, конечно, не знаю. Но это вот их фишка. Ну и вот он самый момент истины, кульминационный. Как там нарисовались диванные дизелисты, которые сразу мне там фигачили комменты. Вот, дизель не твое, поломали двигатель. Причем я тупизне людей поражаюсь. Я же показывал, блядь, этот момент, как он в начале, была компрессия, и потом он тут же в начале щелк, и все, и он даже дымить перестал. Показываю. Вот он распредвал, который сломался. Вот он. И по количеству, по свежести скола, по, вот особенно по этой части, я могу констатировать факт, что здесь трещина, вот особенно здесь масло попало, трещина здесь была и раньше. Ну да ладно. Это полбеды. То есть он уже был треснутый. Вот он, этот вал. То есть он был треснутый. Ладно, ну не суть. То есть скол здесь свежий, то есть трещина была маленькая. Но самое главное, что вот эта вот постель, вон она, она алюминиевая. И по количеству, феерическому количеству, налету масла, которое там присутствует, и хочу заметить, что цвет одинаковый, что снаружи, что на месте скола. Это говорит о том, что вот эта постель обломана была еще очень давно. И таким этот двигатель достался уже мне на обзор. Вот, то есть если тут даже ее сопоставить, вот, показываю. Раз, и там она слегка расклепана. Ну, сейчас я разберу, покажу более детально. Она там подрасклепана. То есть, вот постель здесь сломалась, а еще задолго до того, как мы стали что-то с ним делать. И распредвал уже, вот, распредвал сломался уже при нас. То есть, вначале еще компрессия была, потом все, уже ее не стало. Я показывал этот момент в видео, как он сломался. Но туча диванных, хотел сказать, сварщиков-дизелистов сразу же такие, ааа, блядь, неправильно все. Но на то они и диванные специалисты, они знают всегда больше тебя. Вот. Ну и перед демонтажом, то есть, что я вообще показываю. Мы сняли тут вал все. Вот они, кулачки наверх. Я его ставлю в верхнюю мертвую точку. Значит, здесь дизель имеет свои особенности по установке момента впрыска. Здесь есть, по-разному бывает, размещают. Здесь, например, есть окно, есть вот этот вот, ну, я не знаю, скос или как там его назвать. Так, чтобы выставлять момент впрыска. Также тут на шкиве, если вы покрутите, вот там есть опережение впрыска по градусам. Ну, не суть. Об этом чуть позже. Я на подобных движках, когда их разбираешь, стараешься все время делать так, чтобы не сбивать момент впрыска, потому что выставить его потом просто на это тратится. Это не то, что невозможно там, или все возможно, ну, то есть, все делается, но на это тратится значительно больше времени. То есть, тебе нужно, ну, какой обычный способ, описанный даже в книжке, то есть, ставится сюда трубка прозрачная, вот по типу такой, там в ней топливо и уровень мениск, так называемый. То есть, ты вращаешь его и смотришь, что когда ты его подводишь под определенную метку, уровень в трубке должен, ну, то есть, дернуться, что он уже идет впрыск. Усложняет задачу то, что, например, когда ты это делаешь на разобранном двигателе, ладно, но на автомобиле здесь очень удобно в кавычках добраться вот до этой гайки, ее здесь нету, то есть, кто-то ее уже скрутил, то есть, он на трех стоит, на трех гайках, на шпильках, но уже на двух. Также здесь еще есть третий опор, обычно он к блоку там крепится, но что-то я ее здесь не вижу, хотя, или вон она там стоит, а, ее открутили, вон, ее открутили, но не суть. И на машине сделать это сложнее тем, что ты, допустим, расслабляешь ТНВД, и как трамблер его крутануть не получится, потому что трубки жестко крепят его к форсункам, то есть, чтобы его провернуть на машине, лично мы так делали и видели, то есть, вставляешь сюда лом здоровый и его пытаешься прокручивать, но это сложно, я же говорю, то есть, все сделать можно, это просто уходит значительно больше времени, в отличие от бензинки, там, где ты трамблер крутанул, вставил и все, то есть, минимум затрат, поэтому, демонтируя головку, очень надеешься не сбить момент впрыска, ну, или, по крайней мере, его потом, ну, вернее, его потом обязательно нужно проверить, потому что не факт, что он и так стоял нормально, ну, перед демонтажом я хомутами закрепил цепь, на всякий случай, и вот, демонстрирую, что, вот она поверхность, вон они края, вот с этих вот сторон, по наружу, они расклепанные, то есть, она здесь долбилась, очень давно, и нам маслом, нагар она имеет, вот с этой стороны, причем она треснула, я так понимаю, посередине она сломалась, по количеству нагара, она сломалась посередине, значительно раньше, потом ее доломало, по наружу, вот она, ну, то есть, оно было разбито, ну, и дальше, попробую продемонстрировать, вот какой момент, то есть, я попробую его помыть, чтобы было видно, сколы, ну, так сказать, на ваших глазах, все, так, и вот эту штуку, сейчас моего, прямо, я хочу сделать это, не одним кадром, не отходя, от, кассы, так, и продемонстрировать тот момент, что вон они, сколы, то есть, сколы, расклепки, вон оно, как расклепано, по краям, то есть, там как раз, где был контакт, с этой стороны, вот тут даже, видно, там до сих пор осталось, а вон она трещина, дальше пошла, ну, вот они, расклепыши, и с этой стороны, вот они, тоже расклепыши, так что, диванные дизелисты, меня очень повеселили, а вот они, наши тузы, значит, начнем с первого, распредвал, вот то, что вы наблюдаете, распредвал, и головка, это дал мне в помощь, Дмитрий, из города Киева, у него такой же двигатель, был, ну, разобранный, там, частично комплектный, частично нет, и он выручил для видоса, как раз, нужными, недостающими деталями, значит, единственное, что, но, у него из трех постелей, сломало среднюю, то есть, если у нас сломало первую, то у него вторую сломало, но, так как, в общем, суповой набор есть, можно что-то склепать, можно склепать, сам распредвал, сам распредвал, так как был сломан, была сломана средняя постель, он имеет, биение здесь, сейчас, ну, где-то порядка, сколько там, соток, пять, шесть, но, то есть, в принципе, хватит для запуска, это не гидрокомпенсатор, и ничего, то есть, нормально, вот они, вот она, первая, которая, сломанная, так, прокладка головки, естественно, бэушная, но, вполне, годная для эксперимента, и, сама головка, точно такая же, как та, ну, почти такая же, но, чуть-чуть, чуть-чуть, не такая, значит, в чем отличие, отличие в том, что, свечи накаливания, здесь, имеют резьбу, М14, в отличие от той, где М12, то есть, я бы эти свечи сразу поставил, но, увы, была не судьба, со свечами накаливания, запустить его, значительно, проще, ну, то есть, все-таки, форкамера, там, свеча нагревается, и непосредственно, в форкамере, самой, то есть, это, да, значит, ну, а также, она комплектная с клапанами, здесь мы уже разобрали, то есть, и форсунки, он дал комплект, у него 4 форсунки, пружины, ну, то есть, полностью комплектная головка, даже с начажным устройством, можно брать ее и ставить, но перед установкой, естественно, во-первых, я ее хочу почистить немного, вот они, форкамеры, а во-вторых, я хочу эту головку, немножко, притереть клапана, жлоб ремонт, конечно, но, это лучше, чем ничего, кстати говоря, по состоянию, могу заметить, что головка, в принципе, неплохая, то есть, ну, да, здесь есть, конечно, люфт, но, учитывая, что это М11, по-моему, 11 миллиметров клапана, считай, что зазоры здесь все в норме, ну, вот они, раз, и вот они, два, ну, естественно, головку нужно причесать, почему, потому что, ну, я думаю, тут, в общем-то, не нужно, дополнительно, акцентировать внимание, на разбитых фасках, но, в принципе, все это можно поправить, на удивление, головка довольно в неплохом состоянии, я имею ввиду, по люфтам, в клапанах, к сожалению, по-нормальному, прирезать, чтобы оживить головку, я не могу, у меня нечем, после того, как ограбили гараж мой, вынесли тут инструмент, весь, я частично восстановил, благодаря вашей поддержке, то есть, я купил бушный набор, Нью-Вэй, но там нету, таких пилотов, тут 11 миллиметров, нет, 10 миллиметров, вру, вот, но можно сделать жлоб-ремонт, для того, чтобы его запустить, которого вполне хватит, жлоб-ремонт, я называю два, на самом деле, момента, ну, многие считают это нормальным ремонтом, вернее, два варианта, вариант первый, самый распространенный, это берется клапан, намазывается притирочной пастой, вставляется, с другой стороны, ставится дрель, ну, более правильно брать шуруповерт, и он притирается, крутится в одну сторону, в другую сторону, и таким образом он притирается, способ имеет место быть, как такой, скорая помощь, скажем, чтобы просто завести, там, куда-то поехать, оно какое-то время поработает, вариант номер два, тоже жлоб-ремонт, не менее жлобовской, это без притирки, вернее, без пререзки, без ничего, тоже намазывается он пастой, но он притирается, то бишь, прибивается притирочной машинкой, на первый взгляд, казалось бы, вроде бы, одинаковые способы, но на самом деле, когда есть прибивка машинка, имеет здесь небольшое преимущество, дело в том, что когда затирается он дрель, ну, шуруповертом, получается, ну, в любом случае, первым и во втором варианте, получается очень широкая фаска, ну, ты от этого не уйдешь, пререзать, я же говорю, нечем, ну, и так как широкая фаска, то при притирке дрели, то есть, вращении, на ней образуются такие радиальные полосы, по всему седлу, то есть, оно как бы идет такими кольцами, оно-то ничего страшного, то есть, оно на первый момент работает, но очень быстро туда попадает грязь, просто пыль там мелкодисперсная, потому что фаска широкая, повторюсь, она очень широкая, в эти полосы оно забивается, и клапан где-то начинает плохо прилегать, нарушается герметичность, ну, и все, то есть, почему это, собственно, не ходит. Вариант номер два, когда прибивает за все это машинкой, фаска расклепывается, то есть, она широкая, но она расклепывается, она более такая, ну, как сказать, ну, не ровная, а более гладкая, если так можно, таким жаргоном выразиться, то есть, и все то же самое происходит, но чуть-чуть на, большем, побольше по времени. В любом случае, первый и второй вариант, описанный мною, не является ремонтом, потому что, если вы посмотрите на фаску, вы увидите там некие следы прогара, вот здесь, например, на выпуске, вы можете то же самое увидеть расклепанную фаску на клапанах, если ее, ну, тут, конечно, нет, тут не видно, давайте здесь попробуем посмотреть, немножко вдавленную фаску, вот здесь, я думаю, будет более-менее видно, что она вдавлена, то есть, несмотря на то, что там есть нагар, но она немножко продавленная вовнутрь, то есть, она имеет вот такую вот вогнутую форму, вот, то есть, когда ты расклепываешь, оно чуть-чуть лучше, знаешь, это не то, не есть, не ремонт, потому что, без прирезки и шлифовки клапанов, неровности эти никуда не уходят, и система, она не ходит, ну, то есть, там, пару тысяч, она может пройдет, и потом опять нарушается герметичность, причем очень серьезно, но, тем не менее, к сожалению, многие считают подобные, вот вышеописанные способы, полноценным ремонтом, хотя это не так, вот продемонстрирую, в общем-то, пример, я показывал жлоб ремонт, ну, не жлоб ремонт, а такое восстановление, при помощи шуруповерта, слегка жлоб, но, значит, теперь по прибивочной машинке, наносится сюда паста, на всю фаску, сверхжирно наквайцевать не надо, но надо нанести на всю фаску, там еще сальники клапанов у него стоят, кстати, надо их снять, потому что они, на самом деле, будут мешать, жлоб ремонт, поэтому, сальники, в данном случае, нам не нужны, но я сейчас сниму отдельно, вот он, сальники нам здесь уже не нужны, ну, и также нужно снять, вот этот вот элемент, это, механизм прокручивания, клапана, почему, собственно, они такие, не сильные, убитые были, ну, да ладно, возвращаемся, к нашей технологии, так, в данном контексте, будет работать, без сальников клапанов, значит, один клапан, намазал, мажем, второй клапан, еще раз повторюсь, сильно много, наквайцевать не надо, но должно покрывать, всю фаску, потому что, оно там, где-то, куда-то попадет, вбок, вот, в данном контексте, это не страшно, ну, вот он, все, можно даже протереть его, резинка, ну, вот это нормально, это нет, берем поменьше, вот он, сюда, есть, 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 ну, и, собственно, процесс, сейчас, надо его раскачегарить, сейчас, надо его раскачегарить, так, иногда он взбивается, иногда он взбивается, шумка, а, я, если приносит, то, Так. Дальше. Сейчас. Резинка хорошо здесь прилегает. Ну, вторую. Так. Тоже самое. Так. Какая зараза. Так. Так. Ну, думаю, хватит. Вообще, по технологии, когда все прирезано у тебя, все есть, паска подогнана, все, вот на процедуру, то, что я только что показывал, вот это вот пристукивание, тратится от трех до пяти секунд. Не больше. То есть ты поставил в голове, сосчитал там до трех или до пяти, в зависимости от диаметра клапана. На «Жигулях», например, я считаю, считаю до трех. То есть раз, два, три, клапан притерт. Раз, два, три, клапан притерт на «Жигулевских головках». Ну, и смотрим, где мой сольвент, не отходя от кассы, что получается. То есть еще раз повторяю, потому что я знаю, что у, есть тут диванные ремонтники головок, двигатели, там, чего угодно. В общем, диванные специалисты. Я еще раз повторяю, это не есть способ нормального, полноценного ремонта. Это вот какой-то такой жлоб вариант, чтобы что-то как-то поремонтировать. Да, протирочная паста вовнутрь заходит, если ее много намазать. Ну, то есть, я же говорю, это издержки производства. Ну, и столько ее не надо тут лупить. Она вовнутрь залезла не потому, что способ сам плохой, а потому, что я долго его держал. Не нужно его так долго расклепывать, когда все прирезано. Кстати, еще такой момент. На этих головках 615-х, не знаю, как насчет там 617-х, ну, наверное, то же самое. Вот, пятицилиндровый, который я его не крутил. Но вот на этих движках фаску они делают 40 градусов. Ну, в принципе, не страшно. То есть, обычным инструментом оно все прорезается. Ну, после притирки хочу продемонстрировать вам фаски, если это, конечно, получится. Вот это вот выпуск. Ну, видно, что она расклепанная. Вот, видно, что она побитая. Ну, то есть, такая расклепанная. Это выпуск. Это впуск. Вот это впуск. Ну, впуск чуть-чуть более гламурный. Если мы то же самое посмотрим на... Ну, еще раз. Вот, например, впуск. Она такая блестящая. Ну, вот еще раз. Впуск. Плохо видно, она очень сильно отблескивает. Выпуск. Ну, видно, что она такая пожеваненькая, да? А теперь на соседний цилиндр. Вот это вот впуск. И вот это вот выпуск. Вот, видно. Ну, то есть, герметичность там есть. Достаточно для хорошего запуска, работы. Но это не ремонт. Это так непонятно. Это непонятно что. И вот они, клапана здесь. Если мы возьмем, ну, вот, например, фаску. Вот здесь вот посмотрим. То есть, фаска есть. Вот она матовая. Ну, это не та рабочая фаска. И после такого ремонта, я забыл сказать вначале. Здесь клапана уже кто-то прокернил. Ну, это еще до меня было. Значит. Вот после такого ремонта, вот она фаска. Вот, побитая немножко. Она, зараза, отблескивает. О, все равно там какая-то полоска появляется. Короче, после такого ремонта желательно клапана не менять местами, не путать. Объясняю почему. То есть, когда делается головка по-нормальному, то есть, все прорезается, на притирку уходит 3 секунды. И после этого все клапана, все седла, они фактически между собой близнецы. То есть, сошлифованный клапан, прорезанное седло, оно прибито-притерто. И можно собирать в любом порядке. Я клапана даже не отмечаю. Вот, то есть, ну, в этом особого смысла нет. Ну, бывает там маркером что-то напишешь. Ну, то есть, без каких-то сверхпоследствий. В данном моменте фаски широкие, каждая расклепана по-своему. И желательно не менять клапана местами, если их поменять. Ну, в принципе, я думаю, страшного ничего не будет. Но это есть... Но это шанс на то, что герметичность где-то будет плохая. После того, как все притерто, я собираю головку. Головка здесь собирается без рассухаривателя. Здесь резьба на клапанах, и все накручивается. Также у меня нет сальников клапанов. Я ставлю старые только на впуск. Но здесь вот один уже у меня порвался. Я его чуть-чуть перебил туда. Но второй так более-менее. Еще, думаю, два я найду. Но, я говорю, не суть. То есть, поработает и так. Ну, вот она сборка. То есть, ставится пружина сюда. Вот. И гайка. Это же регулировка клапанов. Минус этой конструкции в том, что потом накручивается вот этот пятачок, куда упирается рокер. И для того, чтобы выставить зазор, то есть, тебе нужно его туда-сюда подкручивать. То есть, пружины... Не фиксированная величина пружины. Хотя, с другой стороны, там погрешность, ну, максимум пару десяток. То есть, не сверхсущественно. Ну, теоретически, к демонтажу все готово. Единственное, что условия демонтажа, вот это вот нужно снять. Головка снимается без вот этого элемента. Но, так как не хочется потерять момент зажигания, не факт, что он правильно стоит, мы попробуем изгольнуться и сделать это вот так. Если, конечно, получится. Голова. Вот он. Хорошо сидит. Держи. Хорошо сидящий на направляющих. Вытащи. Вот это вот сюда. Это надо вот так вот придержать пальцем. Можешь придержать чем-то. А, все. Сейчас. Палец убери твой. Сейчас. Так. И что? Пройдет он? Не пройдет. Не проходит. Ну, и ладно. Попытка не получилась. В общем, не увенчалась успехом. Лайффакт не удался. Придется делать все как обычно. Держи. Так. Главное теперь коленвал не крутить, чтобы ТНВД не перескочил. Ух, тяжелый-то какой, сука. Так. Смотрим. Головка. Оп. Головка. И что с ней такое. Хрен его знает. Тут вот что-то его побитости какие-то. Или это просто нагар. Клапана там утопленные, я смотрю, какие-то. А поршневая. Мы его поставили на 180 градусов. Прокладка. Она. Ну, короче, она умерла. Хорошо, что есть другая бэушная прокладка. А ну-ка. Ну, в общем. Ой, что я на тебя говна какого-то. Не, не, не. Так. Ну, у нас есть другая хорошая прокладка. Поршневая. Поршневая. Видно, что форсунки здесь работали отвратительно. Поршень здесь побитый. Ну, днище поршня побито. Но, на удивление, его не ударило по клапану. Поэтому, если поставить сюда другую головку, теоретически можно это говно запустить. В общем, глядя на все это, могу сказать так. Мы бы его не запустили бы, даже если бы распредвал не поломался бы. Потому что здесь по-любому было неправильно. Неправильно было то, что когда я разбирал, я показал, что по распредвалу я поставил момент перекрытия. То есть, поршень первого цилиндра в любом случае должен быть в верхней мертвой точке. Вне зависимости от меток и тому подобное. Когда мы разобрали, первый цилиндр в нижняя мертвая точка, второй, третий, верхняя. Ну, то есть, он был как-то неправильно там поставлен. И то, что он поддымливал, это он остатками солярки поддымливал. И по-любому он стоял неправильно. Соответственно, и момент впрыска здесь был вообще в никуда. То есть, не то, что он там сбитый был. А он был типа как на 180 градусов перевернутый. Ну, есть надежда, конечно, что мы его покрутим и он станет на место. Ну, я имею в виду на 180 градусов, если мы его перевернем. Но в любом случае, момент впрыска здесь надо будет ставить. Поэтому все наши попытки до этого его запустить, ну, в общем-то, были тщетны. Еще раз. То есть, вот она метка. Я же смотрю, я еще когда ставил, там с другой стороны по градусам он рисован. Я еще такой думаю, ну, может они там что-то градусы там... Может, шкив неправильно поставили. Ну, бывает такое. Хотя, как-то ты его неправильно поставишь. Ну, вот, оказывается, изначально было так. Ну, после всех дел, поверхность чистится ножом. Настолько, насколько возможно это более-менее. То есть, еще тут надо кое-каких местах пройти. Ну, в общем-то, не страшно. Во втором цилиндре, похоже, либо форсунка работала неправильно, но больше похоже на то, что что-то сюда прилетело. Потому что в первом цилиндре, вон там тоже есть отметины. В третьем нету. Четвертый. Ну, тоже там что-то есть. То есть, что-то типа как сюда прилетело. Причем это он так работал с этим. Поршни здесь чистые. Днище на них чистое. Мне так кажется, что его перед тем, как сняли, его ремонтировали. Ну, надписи все видны. Ну, вот здесь, например, хорошо очень видно. То есть, это обычно, если нагаром здесь все покрывается, то ничего здесь не увидишь. 87-47. Вроде бы даже второй ремонт. То есть, что-то с ним делали, но, видимо, пациент не дожил. И да, тут еще такой момент. Его гильзовали. Вот здесь вот видно отчетливо, что здесь стоят гильзы. Когда я чистил ножом, у меня нож вот сюда вот упирался. Вот у меня даже нога сейчас соскакивает. Ну, это так, может, видно сейчас плохо. Это более детально я должен разобрать, покажу. То есть, он загильзован. Завод это, ну, скорее всего, это не завод. Я, например, не слышал, чтобы их гильзовали с завода. Может, я, конечно, ошибаюсь или что-то не знаю. Можете написать в комментах, были они гильзованы с завода. Но мне, почему, доказано, что нет. Тем более, так вот гильза выпирать с завода, ну, не будет она выпирать. Так, ну, коли делать уже нечего. Начинаем его вращать. Так, прибегаем к помощи. Ага, ну да. Ну, и вот он, верхний мертвый точк, то бишь, ОТ. Ну, а дальше, как обычно, берется растворитель. В моем случае это сольвент. Он мне больше нравится. И это все протирается, обезжиривается. Ну, конечно, оно кристально чистым не будет в любом случае. Но более-менее сопряжительные поверхности должны быть чистые. Настолько, насколько это, конечно, возможно. Еще тут, возможно, где-то надо его дочистить. Хотя, воды-то в нем не будет, но охлаждающей жидкости. Поэтому этого вполне должно хватить. Так, эта часть блока готова. Теперь прокладка. Прокладка у меня та, вон она лежит, она сдохла. Она там прилипла-то. Ну, короче, она порвалась. Ну, ее тоже, конечно, можно применить. Но вот прокладка, которую бэушную я забрал у Димы, она мне нравится значительно больше. Она более такая, ну, ровная, целая, что ли. Она не так закипела на движке у него. Хотя, все равно она вот здесь вот там и обжатая, и пожеванная, и все. В данном случае нас интересует герметичность цилиндров. О герметичности цилиндров, ну, тут что-то и прилетало, в принципе, должно быть нормально. По крайней мере, для работы на нейтралке и изредкого газования. Главное, ее обезжирить, ну, протереть вот от этого всего шлака. И, естественно, что бы вы думали, посадить на герметик. Ну, а дальше, как говорят в разных шоу, детишки, don't try to do at home. Короче, не повторяйте этого дома. Я наношу здесь немного герметика. Так, это со стороны головки, это со стороны блока. Сейчас я его размажу здесь. Лишний герметик, если куда попадет в цилиндры, он сгорит. Там, где надо, что уплотнить, он уплотнит. Ну, это так, чисто для само... Я даже не знаю, самоуспокоения, потому что функционала в том, что я делаю, абсолютно нет никакого. То есть, если здесь есть какие-то неплотности, то есть прокладка, ну, я не знаю, порванная будет, допустим, то какое бы количество герметика вы сюда не нанесли, оно никогда в жизни не уплотнит. Но максимум там хватит его на пару чихов, даже без запуска дышка. Ну, я же говорю, так как охлаждайки здесь не будет. По крайней мере, ну как, не будет. Ну, то есть, оно не будет эксплуатироваться так вот прям, как оно эксплуатироваться должно. Все, вокруг цилиндров я промазал герметиком. Опять, вот, маслоканал. Так что, как говорится, don't try to do it at home. Это, кстати, неправильно. Вот то, что я показываю, это чисто для оживления убитого двигателя. Это неправильно, это не ремонт, это... Ну, это не ремонт. Так, сейчас. Цепура. Вот он сюда. Раз. Сюда два. Ага, вот он сел. Так, ну и с этой стороны примерно то же самое. Вот тут вот, где он прилип к головке. Прилипал. Немножко его сюда к герметикам. Ну, тут побольше можно. Жалко, может, кто-то спросит, не жалко ли мне хорошего Вити Рейнза на вот подобное издевательство, на подобное говно, не побоюсь этого слова. Ну как, жалко, конечно. Но с другой стороны, если его не использовать, если он будет лежать несколько лет, он может высохнуть. Ну, он может не высохнет вообще вот в хлам. Но... В общем, хорошего будет от него мало толку. О, все. То, что тут на поршень попало, это не страшно. Все лишнее сгорит. Как говорил один философ, говорит, зачем ты моешь двигатель внутри, там, ну, типа, так тщательно вымываешь. Я говорю, ну, как же ж, там грязь, все дела. Он говорит, да, успокойся ты, лишнее маслом смоется на фильтре, осядет, как бы. Чего ты паришься? Ну, вот примерно так и здесь. Лишнее выдавит, если в цилиндр попадет, оно сгорит. А, вот еще тут. Вот где масло, вот где маслоканал, это вот, пожалуй, единственное, что функциональное в этом всем. Вот она голова с проводами для свечи накаливания. Тоже я ее обезжирил. Но она очень тяжелая, скажу я вам, однако. Так, чтобы... О! На поверхности не ставить. В общем, вот он, головка. О! О! Стал! Головка настолько тяжелая и упругая, что, в принципе... Так, надо проложить сюда чего-нибудь. Ну, вот так, чтобы потом ее там 10 раз не вытаскивать. Дальше. Головка ставится. Вот у меня тут болты есть. То есть, порядок сборки тут следующий. Очень, кстати, технологичная штука. То есть, они сделали технологичный движок. Здесь обжимает один цилиндр шесть болтов. То есть, вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, один болт. Ну, один цилиндр. Ну, соответственно, тут соседний и так далее. Вот эти вот места, раз, два, три, где стоят постели распредвала, они здесь штифты, они крепятся к движку общими болтами. Ну, то есть, вот, если мы возьмем постель распредвала, она, правда, немножко грязноватая. То есть, она сюда ставится и крепится вместе с болтами. То есть, болты, которые крепят немножко длиннее. Собирается все вместе с постелями. Можно поставить даже распредвал и покрутить без рокеров. То есть, ты можешь искать, совмещать метки и так далее без нажатия клапанов. Выставлять момент зажигания, ну, то бишь, впрыска. А потом ты ставишь эти рокера. Вообще, тут три типа болтов. Ну, то есть, болты одни, которые прилегают головке к одной поверхности. Болты, которые прилегают здесь, с этой стороны головки, они чуть-чуть короче. И которые прилегают с этой стороны, они чуть-чуть длиннее. Да, я знаю, немножко расточительно это все выглядит. На покойник мыть хорошими, да, хорошими технологическими мойками, да. Но, мы же как бы хотим сделать более-менее нормально. Сейчас надо их продуть. Ну, вот, они даже не выглядят так прям убито или сверхсильно пожевано после того, как их промоешь. Но это, которые были целые, которые были комплектные с этим движком. Также здесь есть, вот она, та самая злополучная передняя часть, которая сломалась, но это уже то, что дал Дима. Вот, я ее точно так же омываю немножко. Прям керосиновый ремонт получается. Технология сборки распредвала такова, что, ну, вот сюда ставятся постели, то есть, раз, два, первая и, вернее, средняя и последняя, ну, то есть, третья, вторая и третья, они одинаковые по конструкции. Первая, она чуть-чуть меньше диаметр для опорной поверхности, и тут же свое крепление для трубки и для вот этой вот пластмасски успокоителя цепи. И порядок сборки такой, что распредвал просто засовывается сзади сюда и все. Ну, то есть, не нужно это ставить вместе со распредвалом. В этом плане они сделали очень технологично, то есть, ты просто сюда это ставишь и все, ты обжимаешь головку, вот так я даже сделаю, обжимается головка, все, я же говорю, потом ставится распредвал и уже потом рокера. Кстати, рокера ставятся в последний момент, потому что, где они? Вот они. я их еще сейчас помою, потому что вот здесь вот, вот когда они тут стоят, вот они крепятся болтами, вот в этом вот месте стоит болт крепления головки и до него ты не доберешься, если поставишь сразу рокера. Значит, здесь резьба М12, то есть, затягивать можно, как на жигулях, где-то 11,5 килограмма, этого вполне должно хватить. Ну, берем сначала самые длинные 6 болтов, они хоть и так в масле, но я немного резьбу, кончик резьбы смазываю тут масло с чем-то, то есть, остальное отсюда стечет. Я понимаю, что я двигатель собираю на 5 минут, но все-таки я хочу это сделать более-менее правильно, насколько это возможно, то есть, не так прям кощунственно. теперь короткие четыре штуки, которые идут по наружу, вот их точно нужно смазывать резьбу, ну и можно здесь немного у шайбы, все остальное, что не надо, утечет. Ну вот они, раз, два, три, четыре, ну и теперь остальные, которые остались, вот он на них какой-то шлак, но я уже не чищу. теперь, дабы ускорить процесс, используем хай-тек. Не все здесь идет хорошо, как я уже говорил, там шлак есть, ну в принципе все закручено. Ну и порядок затяжки здесь, в принципе, как я уже говорил на жигулях, я сначала ставлю, ну вот у меня тут по шкале просто удобнее, четыре и три, я это затягиваю в четыре приема. То есть, из центра идешь и есть. после того, как затягиваются последние болты на первым усилием, ну 4,3 в данном случае, если бы это был новый двигатель, ну равно как и старый, я имею в виду из говна и палок, проверяется затяжка опять вот там, где ты начинал посередине и, как вы заметили, нужно их дотягивать немножко. О! То есть, прокладка немножко проседает, проминается и нужно их немножко дотягивать. Если этого не сделать и сразу тянуть следующее усилие, ну будет не сильно хорошо. Ну вот. Главное середину проверить. там дальше уже в принципе, ну то есть вот середина чуть дотянулась, так как она первая затягивала. Все, дальше уже если там проверять, нормально. Так, дальше. Дальше я ставлю усилие в 7, ну 7,2 допустим, вот у меня так выпало, 7,2. Тянется все это 7,2. И опять, когда затягивается последний, в принципе, уже проседать ничего не должно, но все равно проверить нужно. Не, уже нормально. Уже тут как бы, как бы хорошо. Это первый раз нужно делать. Иногда очень редко дотягивается и после второго раза. Так, дальше. Дальше я ставлю усилие в 10, где тут оно? Ну 10,2 вот оно у меня так выпало, 10,2. Дотягиваем. Иногда меня спрашивают о принципиальности затяжки головки. то есть, кто-то пишет, что вот ты там неправильно не тот болт затянул или еще чего-то. Принцип затяжки любой головки идет из центра. То есть, ты тягиваешь центр, потом дальше, дальше, дальше. И то есть, не важно, ты затянул центр, не важно, какой ты затянешь. Этот болт следующим, этот, этот или и этот. То есть, главное, чтобы было последовательно. Потому что, ну ты же не можешь одновременно там два или четыре болта затянуть. Не можешь. Ну вот, ты потихоньку идешься, затягиваешь. Есть. Ну и теперь финал. Финал 11,5 11,7. Ну вот, я ставлю 11,7. Ну даже 11,8. Килограмма. До 12 перетягивать. Ну, в данном случае перетягивать я не вижу смысла. Вот, он уже немножко поплыл как-то. То есть, я стал его тянуть, усилие резко просело и потом он щелкнул. то есть, ключ. Ну, болты, конечно, старые. с резьбами непонятно, что здесь. Поэтому оно, в принципе, неудивительно. Ну вот. Вот. чуть-чуть у меня довернулся. Буквально там какие-то капли. Это уже нет. прокладка здесь, ее можно, конечно, и почистить, но в данном случае это не принципиально. Здесь не охлаждающей жидкости. Вот это вот впуск, это выпуск, то есть, они так сделали окнами. Типа, это не принципиально, если там что-то будет сходиться между собой. Теперь вал, монтаж вала. Очень все просто. Смазываются поверхности маслом. Подержи, пожалуйста. причем вот так вот я его, то есть не надо сверх много их смазывать. Так, и смазывается вал. Поверхности вала. Держи. Ну, вот, собственно, раз, это вот два, это вот три, этого хватит. И вал отсюда вставляется отсюда, вот он, раз, вот он идет сюда дальше, вот он, оба, все, вот он до упора доходит, вот это вот его упорная андека, я смажу опорную поверхность, упорную точнее. о, все, вал здесь свободно вращается в посадочном месте, давай. И для осевых перемещений, точнее, от осевых перемещений, он фиксируется спереди вот такой вот шайбой, которая находит на шпонку, вот здесь можно ее так и так ставить, ну, без разницы, то есть, как там ее ставить, ты ее вот сюда вот ставишь. единственное, что тут шпонка, надо ее немножко, видимо, пригласить ее надо. Ну, как обычно, без молотка, никогда, никакие моменты не обходятся, натрусить пыли, это самое, что у нее есть классное. Теперь нужно его поставить по метке, ну, примерно по метке. Вот она, кстати, тут кто-то делал, ну, по всей видимости, это же человек, который разбирал Дима. Ну, это вообще-то не заводская метка, насколько я помню. Вот она, шестерня, естественно, она грязная, что-то мне не охота ее мыть совершенно. Она, в принципе, и так неплохая. Что тут у нас? Ничего, по распредвалу, ну, по распредвалу, так по распредвалу. Это, кстати, более правильный вариант центровки, когда ставится не по шестерне, а по распредвалу. то есть, ты там смотришь, распредвал, вот он, потому что рокера, ну, вот рокера, ладно, я помою рокера. Ну, то есть, они здесь стоят, как бы, под наклоном немножко, поэтому кулачки не четко вверх смотрят, а немножко, в общем, в сторону. Так, ну, вот он. Забери, пожалуйста, трубу. Вот она, шестерня. Это я, пожалуй, отсюда сделаю. Вот она, шпонка. Все сюда ставится, натягивается вот по этой ветке. Нет, неправильно. Вот так, еще неправильно. Вот так вот. О! Нет, еще надо чуть-чуть. На один зуб. Ну, вот он должен совпадать. Он, в принципе, и совпадает. То есть, если тут натянуть, как раз, о! Давай сюда. А, это я не туда попал. Ага, вот тут вот немножко не попал он. Вот, вот, смотрите, четко стоит пометки. И здесь он у меня ОТ стоит по метке. Так что, совместил я правильно. Так, ну, это надо подкрутить. И я его пневматом подзатягиваю. Вот он здесь. Все, хватит. Нормально. Немножко он тут провернулся. Но, что делать? Вот он вал, вот он этот. Немножко он не доходит. То есть, в чем это не... А, нет, перескочил таки. перескочил. Вот она ОТ-шка. Вот он вал. Вот они метки. Вот он натяжометр, который натягивает цепуру. Как обычно, крепеж очень понятно, где лежит. Все в общем. Так, есть. Тут натяжометр крепится частично на шпильку коллектора. Поэтому учитывайте этот момент при монтаже, демонтаже коллекторов и натяжометра. Ну и все. Фактически, вот она система вся в сборе. В процессе захотелось проверить свечи накаливания. Мы подключили электричество. Вот они. Вот он провод. Я его на аккумулятор ставлю. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Опа! И мы смотрим. Вон они есть. А четвертый нет. Ну вот еще раз я сейчас нажму его. Раз. Вот он, третий пошел. А четвертый, к сожалению, нет. Ну, короче, работают три свечи из четырех. Ну, это лучше, чем ничего. Это, конечно, значительно лучше, чем фен с горячим воздухом. Тут без вопросов. Параллельно со всем я хочу замерить давление масла. Ну, если есть такая возможность. Для того, чтобы это сделать, пришлось сделать вот такую вот штуку на основе той трубки. То есть, я ее отрезал. Только так получилось ее выкрутить. Затянуто было нереально. И мне сюда пришлось приварить гайку, переходник. но у меня есть нормальный вот с такой резьбой. Вернее, был у меня. Я заказывал, делал мне человек на манометр, ну, для давления масла. Ну, у меня это дело все стырили вместе с ограблением гаража. Там как раз в манометре оно все лежало. Ну, его уперли, соответственно, все переходники тоже уперлись. Поэтому, ну, такой вот вариант приходится делать. Система собрана. Осталось самое сложное это выставить в момент впрыска. Ну, точнее, самое такое. На что тратится много времени. Так, ну, для того, чтобы выставить момент впрыска, я хочу проверить, во-первых, как он сейчас стоит. У меня есть маленькая надежда, что он стоит более-менее правильно. Но, перед тем, как это делать, то есть, ну, надо тут соляркой закачать, солярку закачать, все. Его можно покрутить, помотать, ну, и параллельно можно поставить и отрегулировать клапана. Ну, то есть, все равно я его буду крутить, пока там солярка закачается, ну, то есть, чтобы смотреть, чё да как. я полистал мануал, ну, как полистал, я в интернет залезу, посмотрел, значит, пишется, что на 615-х движках на каких-то момент впрыска должен быть 24 градуса до верхней мертвой точки, на каких-то 26. Вот, я хрен знает, какой именно из этих двигателей наш, но если мы поставим что-то около 25, то мы, в принципе, должны попасть более-менее в точку. значит, такое пояснение, что, например, на дизельных двигателях в момент впрыска должен стоять очень точно, то есть, там регулировки очень немного с нормальной работой, то есть, это на бензинке, трамблер можно там крутануть, плюс-минус 10 градусов, и он будет запускаться, работать, он будет плохо тянуть, но он будет работать. Если дизель так сделать, то нет. То есть, он либо запускаться не будет вообще, либо работать, ну, то есть, там очень маленький предел, поэтому этому уделяется, повышенное внимание. Кстати, на этой головке трубка здесь оборвана, это какая-то система охлаждения. далее установка рокеров. Здесь, пожалуй, это технологично они сделали. Распредвал подкручивается в такое положение, чтобы, ну, вот, с двух сторон, то есть, кулачки смотрели куда-то максимально наверх. Ну, то есть, смотрите, вот я беру его, начинаю подкручивать. Вот. Ну, вот, например, третий, четвертый. Вот. О! Вот, пожалуйста, смотрите, третий и четвертый стоят. Ну, то есть, они все, никто из них не мешает. Теперь это дело опускается сюда. ну, и вставляется. Вот. Единственное, что здесь он вытаскивается иногда с направляющими, в то же время надо ее отсюда извлечь лишнюю, которая была на той головке. Все. Ну, и вот, берешь туда и ставишь это дело. О! Раз. Два. Ну, то есть, все. Вот он стоит. Теперь тут болты. Вот такие вот. Раз. Два. Вот что, что, крепеж я не помыл. Раз. Все, без фанатизма сильно затягивать его не надо. Вот он, два. Значит, сразу скажу, по зазорам. зазоры я всегда ставлю на подобной технике, вообще на любой технике. Я ставлю 0,15 впуск, 0,30 выпуск. Гарантированно угадаешь с зазорами. Так, теперь второй. Та же самая тема. Вращаешь, вот он, вот он, вот он. О! Тут он уже нажимается. О! Поэтому тяжелее стал вращаться. Вот. Соответственно, сюда его. О! Ну вот. Все, собственно, можно затягивать, регулировать клапана. Я забыл пояснить вот какой момент по поводу мета ГРМ. Значит, еще раз. Вот оно, ОТ. Это верхняя мертвая точка. Так. А здесь, то, что я показывал, это когда человек разбирал, он поставил свою метку. Ну, то есть, на 180 градусов. Реальная метка смотрится вот здесь, с этой стороны. Вот она. То есть, вот по шайбе. Она здесь немножко не доходит в силу того, что цепь растянута. То есть, вы видите тут разбежность. Если перекинуть на зуб, он будет значительно позже. Ну, то есть, в опережение уйдет. Поэтому, да, сюда бы поставить регулируемую звезду, движок бы работал ощутимо лучше. То есть, особенно дизель атмосферный. Это очень чувствуется. После того, как клапана я отрегулировал, проверка момента впрыска самая веселая. Ну, и, конечно же, он стоит неправильно. я его крутил, мениски я не ставил. Я просто смотрел для начала, чтобы грубо его проверить, на вот эти вот капли. Я его стал крутить вперед. И как только капля тронулась на первом цилиндре, то есть, она поползла вверх, я сразу же остановился и решил посмотреть, где идет впрыск. А впрыск здесь идет аж за 85 градусов до верхней мертвой точки. Это очень до хрена. И с таким положением дизель никогда не запустится. То есть, можно его мотать до усрачки. Но, чтобы его, в общем, переставить, нужно его открутить, вытащить, там, повернуть. Ну, это кусок работы. Ну, в общем, наши изгаления были не напрасны. ТНВД я переставил. Вот. Ну, насколько точно ТНВД я поставил, это, конечно, покажет запуск. Вот. Там есть регулировка. Вон она. Тут просто плохо видно. Вон. Там есть регулировка. То есть, можно его сделать и чуть раньше, и чуть позже. То есть, вот он стоит четко посередине, можно его куда-то сместить. Так. Заливается маслом кулачки распредвала, я не говорил этого ранее. И перед запуском я хочу вернуть компрессию, естественно. Я поставил, в конце концов, манометр вот сюда для давления масла. Но это мы чуть позже его закрепим. Дальше, значит, из того, что пока мы его крутили вручную, солярка пошла на первом, третьем и четвертом цилиндрах. Ну, то есть, это было видно. На втором ее почему-то нет. Может, она просто не зашла, но мы переставили свечи накаливания на всякий случай со второго, где она работает, на четвертой, где она не работала. Но, в общем, перед всеми делами хочется замерить компрессию. Давай сюда. Но у меня почему-то нету в наборе именно то, что вкручивается в форсунку. Я буду держать рукой. Я не знаю, удержу я или нет. Сейчас. Так. Ну и ТНВД я сделал полный газ, когда проверял. Ну, сейчас посмотрим, как пыскает солярка или не пыскает. Ну, ну. Неа, стоп. Слушай, до 18 доходит и у меня просто срывает. Не получится замерить компрессию. Но, я могу тебе сказать, там на 18, когда он набил, там такой толчок был в руку. Да. Я представляю. О, и солярка пошла. На все четыре. А ну, мотани его еще раз. Я посмотрю, пошла солярка или нет. Да. Стоп. На все четыре. На все четыре. Ну, в принципе, должен запуститься. Перед установкой форсунок, что я хочу показать. Покажи эти штуки. Дай. У нас было всего, держи, три вот этих вот пламя-гасителя, ну, шайба, которая прокладывается в фуркамеру между форсункой. На четвертой была вот такая шайба. Ну, я, конечно, понимаю, что это плохо, но это лучше, чем без ничего. И мы ее поставим на неработающую свечку. Ну, то есть, как бы, чтобы облегчить запуск гарантированно трех цилиндров, чтобы он более-менее был. Он также вот мне прикрутил манометр, газ поставил, ну, чтобы, в общем, газовать. Перед запуском нужно сначала солярку загнать в трубки. То есть, для этого я вот это дело не закрутил. Подожди, по команде, значит, я и не закрутил, вот, они отпущены. Я нажимаю полный газ и мотаем до тех пор, пока не начнет здесь, видно же, ну, не пойдет солярка. Давай, мотай. О, даже поддымливает. Так, тут солярка уже есть. Есть на втором, на третьем и на первом. Стоп! Так, все, везде солярка пошла. Подзакрючиваем. И он даже поддымливал, ты видел, там на остатках вот этих вот, что мы там собирали его. Так. На первом тоже появилось? Да, 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 везде появилось. Сначала на четвертом, потом на втором, потом на третьем, потом на первом. Ну, видимо, трубки, может, не знаю, может... Разной длины, конечно. Не, ну, вообще, по идее, трубки на дизеле должны быть одинаковой длины. То есть, они специально подгибаются, для того, чтобы не было вот этих вот разниц в пульсации, то есть. Так. Ну, в принципе, я затянул. Так, давай теперь... Ну, что? Будем проверять. Так, а ты давай сразу, чтобы мотал. Ну, когда я скажу. Приготовься. Так. Подожди. Считай. Нет, подожди, сейчас я нагреваю. Давай. Вот. Раз, два, три. четыре, пять, шесть, семь. Давай. Фу! Слушай, выходи оттуда. Потрясающе! Входи. Ну, его нафиг. Женя, потрясающе! Давай, 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 выходи потихонечку. Я единственное, что не посмотрел, какое давление масла. давление, я тебе сейчас скажу. Давай выходи, не дыши этим. Четыре атмосферы было давление. Четыре атмосферы? Да. Так, интересно, а подкрутить ему холостых где-то тут можно? Ну, Женя, ты уже хочешь и вашим, и нашим. Я сейчас включу вентилятор. У нас тут вентилятор. Вот это победа! Газ М-20. Слушай, я, блин, доволен. Только что-то один цилиндр не работал. Плохо работал. Ну, да, да, я сейчас проверю. Ну, воздух в системе, знаешь. Может, воздух там где-то в системе. Ну, я имею в виду топливо. Так, а где тут холостые, интересно, накручиваются? Выйди оттуда, дай про это вот, проверить. Еще холостые хочешь? Ты что, ты от покойника много хочешь? Ну, нормально, ну, что ты? Все нормально. Отлично. Отлично. Сейчас мы его попробуем запустить. Я сейчас подкручу здесь холостые чем-то. О, блин. Это, это было близко. Это было близко. Все, 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 во, 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 все. Нормально. Это было близко. Блин. Так, холостые бы, холостые бы. Накрутитесь, холостые. Давай еще раз, может запустим. Пусть провесится немножко. Да нормально. Сейчас, я от, о, я же могу отсюда делать все сам, смотри. Ты уже сам можешь управлять. Ну, вот он газ, вот он зажигание. Так, считаем опять, вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. Так. Может, я впрыски ему слишком потный сделал. Шикарно. дым, мне глаза выедает. Ну, надо попробовать сделать момент впрыска пораньше. Он запустился очень хорошо, значит, можно пораньше. Может, я поздноватый сделал. Ну, это вот. Ну, ТНВД, ТНВД, да, потому что я-то так на глаз поставил, но ты понимаешь, ну, что, все запустилось с первого раза. Кто там из диванных сварщиков, дизелистов, говорил, дизель не твое. Не умеешь ты, блядь, сука, я бы-то видео даже не смотрел. Попробуем повторить фокус, но он без охлаждайки. Гонять его особо смысла я не вижу. Разве что убить, но я убивать. Я понимаю, что это тупой дизель, но убивать мне его как-то неохота. Ладно, пусть вот тут лежит. Д5 делаем все повторяем заново. Значит так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Есть. Давай. ладна. Фух Ладно, хватит его мордовать Я считаю, это победа То бишь газа М20 В общем, это наша небольшая победа Все равно он работает с перебоями У меня нет, например, приспособности, чтобы проверить форсунки Возможно, какая-то из форсунок не работает Или работает хреново Я не замерил компрессию Потому что я что-то думал, что у меня есть переходник Его нет, я закажу, сделаю Ну, может быть, где-то хреново притело А может, где-то кольца лопнули Кстати, вот такой вполне реальный такой момент Что на поршне, где что-то прилетело, кольца лопнули Вот, поэтому на этом у нас все Ставьте лайк и все такое Благодарим за внимание Небольшой ПС в конце Многие меня могут спросить, почему ты его там завел, заглушил и все Ну, вот показываю Он поработал у меня буквально чуть-чуть То есть, ну, коллектор, понятно, он-то прогрелся А вот блок Ну, вот блок уже 50 градусов Это при том, что там нет охлаждайки Там рубашка охлаждения То есть, это не напрямую цилиндры То есть, 50 градусов блок Тут 33, ну, вот самое главное То есть, это не от выпуска он там нагрелся Вот, поэтому я его Ну, вот крышку, вот, 42-40 градусов крышка При том, что у нас в гараже Ну, как бы, ну, вот Ну, 24, допустим, да Именно поэтому я его и не гонял То есть, одно дело, когда мы с Пейсовым запускали движки Там у него есть водоснабжение Мы врубали воду в систему охлаждения и вперед Здесь такого нет То есть, воды, тогда никакой охлаждающей жидкости нету И гонять его, ну, как минимум, это кощунство Гонять его без охлаждайки Поэтому я запустил Показал, что запускается Сам убедился, что работает Ну и все Что его убивать-то? Надо разобрать его Чтобы было что посмотреть Давление масла, кстати, нормально он держал Ну, в общем, вот на этом уже точно все